Что, все? Да, да. Ставит вынес. Юля, ой, я закинула твое ухо на твоего гуся. Юля. Мы ничего сделаем. Купила гирлянду от Бауэрбанка. Теперь у нас тут. Помигивает немножко. Сижу на ярмарке. Жду, когда у меня загрузится видео на канал. Я поставила уже загружать с апреля по май, по середину. Всякие разные отрывочки, кусочки, что у меня там происходило. Я там не сижу, особо не болтаю. Но так в перерывах. Имеется в виду, некоторые видео там будут со звуком, некоторые без звука какие-то. Просто по музыку, которую я туда вставила. И надеюсь, что у меня получится с этого времени записывать новые влоги, чтобы хоть что-то выкладывать. Потому что мне хочется, конечно, но времени жутко не хватает. Тем более сейчас, после того, как вы уже, наверное, посмотрели влог. И теперь знаете, что у меня есть мой маленький магазинчик. Поэтому нужно работать, нужно вязать, нужно им заниматься. Сейчас сижу на ярмарке. Сегодня первый день. Вообще здесь июля должна быть, три дня. Но сегодня такой что-то скучный день. Поэтому я здесь осталась ей немножко помочь, с ней посидеть. И завтра, суббота, воскресенье у нас. Буду в домике работать. Тоже нужно когда вязать игрушки. Я вообще не знаю. Не успеваю. Так, мне нравятся эти огонечки. А там спереди они вообще потрясающе смотрятся. Так, сегодня пятница. Получается, 19 мая. За день до фестиваля Карена ВЭКС, как-то так он называется, я пришла. Получается, сегодня тоже мы там были с Юлей на ярмарке. День, конечно, так себе не очень. Поэтому немножко грущу, но расстраиваться не собираюсь. Вот, пришла в домик, сейчас наведу порядок, потому что мы отсюда забрали как бы свои игрушки. Ну, Юля свои, я свои. Вот, и еще девочек некоторые игрушки тоже взяли. И поэтому нужно сейчас тут навести порядок, чтобы завтра я-то здесь буду работать в домике, а Юля там на ярмарке, чтобы можно было что-то продавать. Вот, сейчас наведу порядочек, приберусь и поеду домой. Поеду домой и, наверное, немножко поработаю, повяжу дома. Вот. Что еще сказать-то? А, еще, в общем, у меня такая новость. Я, как это, новость, радостная новость. Я, в общем, написала на работе заявление с сегодняшнего дня, с пятницы, с 19 мая по 11 августа за свой счет. То есть я взяла отпуск за свой счет. И я надеюсь, что я не пожалею об этом, потому что, ну, как бы, деньги мне капать не будут. Соответственно, зарплаты у меня не будет, три месяца практически, поэтому нужно трудиться, работать. Вот. И, в общем, как-то так я в смятении. У меня и радостные эмоции, что не нужно теперь ходить туда будет, на эту работу, которая у меня не очень, чтобы сильно приносила удовольствие. Вот. Поэтому это слово вот, блин, нужно от него избавляться. Так. И слово так, и... В общем, вот эти все слова дурацкие, ну, как есть. А что делать? Чего? Что делать? Поэтому на работе я теперь ходить не буду. И это будет, как сказать, это меньше мне будет мешать, вот, потому что все равно отвлекает. И я надеюсь, я смогу полноценно, полноценно заняться своим любимым делом и, соответственно, продолжить серию мастер-классов, потому что мне тоже нужны новые герои маленькие, потому что их раскупают вообще просто в лед этих шпунтиков. Вот, поэтому мне нужны новые герои, думаю, так же, как и вам, те, кто уже у меня покупал, потому что отзывы пишут, всем все понравилось, малыши классные. Вот, и у меня, не только у меня, у меня, в первую очередь, потому что я их вижу, вот, сначала я их продавала по 250, некоторых по 350, и из пряжи побольше, из велюты тоже по 350 продавала. Вот, но сейчас, вот, на ярмарке я поставила цены по 350, и думаю, что если ярмарка пройдет нормально, их будут покупать, то снижать больше не буду, потому что это мои игрушки, я хочу, чтобы они вот стоили так. Вот, плюс я их еще некоторые украшаю аксессуарами различными, вот, кому не нравится, ну, как бы, не устроят, те не купят. Кому понравится, они их за 350 купят, вот. Так, ну ладно, потом что-нибудь еще поговорю, наболтаю. Не знаю, показала ли я в том влоге, вот, я, в общем, вот так повесила, и здесь у меня вот бж-бж-бж-бж, пчелки висят. Тут вот рыбок тоже повесила, но пчелки, они, конечно, прям, вообще прикольненько, особенно, ну, как бы, с той стороны, когда на них смотришь, они прям летают в воздухе, как будто. Ровные, красивые лунки делает Мария. Так, а мы продолжаем посадку наших растений. Аня, ты расскажи нам, у тебя есть опыт, что-нибудь выращивать, сажать? Что, это был цветок или какой-то, может быть, овощ, фрук, который растет? Капуста. Капуста, отлично. То есть опыт у тебя уже есть. А цветы ты сажала когда-нибудь? И ты, нет, сегодня у тебя будет уникальная возможность посадить. Мы с вами сейчас идем на ярмарку. Вот, как показать-то, блин? А-а-а! В общем, там домик находится на площади. Вот, а я сейчас иду на ярмарку к Юле. Юля там сейчас... Сейчас я дорогу перейду. Быстренько-быстренько дорогу перейду. Вот, ярмарка на Патефонке у нас. Там проходит фестиваль, называется Караванекс. Это, в общем, сейчас покажу. Там выставляют автодома. Я так понимаю, что это выставка, продажа. Вот, в общем, такая у них своя тусовка. Я там уже сегодня утром была. Стол помогала Юле раздавить. Вот, и вообще прикольно. Дом на колесах. Такое интересное. Не знаю, как снимать себя прямо, чтобы... Потому что я в руках сейчас держу стабилизатор, который Женя подарил. И до сих пор пытаюсь к нему приноровиться. Нужен как-то... Какой-то микрофон нужно купить, потому что у меня голос такой... Писклявый, звонкий, на самом деле. Но когда я говорю на камеру, то он тихий. То есть на камеру громко и четко я говорить не могу. Вот. Поэтому, не знаю. Я покупала как-то микрофон. Пробовала с ним. У меня даже есть запись мастер-класса с пчелкой. Но он какой-то все равно. Там есть и шумы, и какой-то звук непонятный. То есть, не знаю. Мне не понравилось. Еще хуже, чем без микрофона. Вот. Микрофон, который записывает от, получается, телефона, его не хватает. Его не хватает. Поэтому так плохо слышно иногда бывает. Я пытаюсь, пытаюсь, да, придумать что-то, чтобы его купить. И купить такой, который будет хороший, беспроводной, чтобы вот он подключился к телефону. Я в наушник, например, бац. И вот он при мне. Потому что петлички, вот это тоже я пробовала. Что-то нет. Не очень, не очень. Вот. Вот, в общем, сейчас я дойду и покажу вам. Мы уже почти подошли с вами. Вот. Я уже рядышком. Здесь, в общем, находится бывший... Как приноровиться-то, чтобы он снимал нормально? Ой. Здесь находится бывший завод Патефона, шелковой фабрики. Раньше тут что-то такое было. И вот, в общем, здесь вот я сейчас зайду на территорию. И немножко с вами пробежимся, посмотрим. Потому что я вчера тут уже мимо просто проходила. И что-то видела. Но решила сегодня прийти, потому что сегодня будет побольше народу. Ну, чтобы и заснять, что тут находится. Вот. Потому что здесь и продажи будет. И выставка. И вообще интересненько. Вот. Я думаю, сейчас подойду к кому-нибудь и спрошу, можно ли зайти вовнутрь немножко хотя бы поснимать. Здравствуйте. А можно немножко заснять, как у вас внутри? Вот. В общем, как-то интересно. Прямо как в машине бизнес-классы, да, какой-то огромный. Как будто все есть. Сама крыша не точно так, вы же сэндвичили немножко более. Вот и вот такие вот маленькие прицепики. Сейчас посмотрим еще что есть. Но я так понимаю, что здесь вот, ну, как бы можно поспать, но здесь не прям комфортабельным. Ну, так, маленькая вот кухонка, столик, зона отдыха небольшая. Вот какие-то вещи здесь сложить. Но они не прям такие, чтобы жить. Это больше вот для путешествия. Так, сейчас еще посмотрим. Потому что я видела, там прям такие большие, и в них можно прям, мне кажется, чуть ли не жить. Ну, вот они такие вот разные. Ну, вот здесь вот тоже. Ну, классно. Кухня. И вот там, я так понимаю, зона отдыха. Просто хозяина тут рядом нет, и я боюсь заходить, потому что не у кого мне было спросить, чтобы там внутри что-то посмотреть. Ну, вот они все примерно похожи. То есть маленькая зона отдыха, кухонка, где немножко отдохнуть можно, посидеть, попутешествовать. Кухня, раковина. Пойдемте посмотрим. Может, побольше каких-то, где прям есть, может, спальное место, еще что-то. Вот, ну, это прям большой. Но там народ, мы пока заходить сюда не будем, чтобы не смущать людей камерой. Ладно, пойдемте куда-нибудь в другое место. Тоже вам что-то покажу. Ну, вот, также ярмарки здесь. Вот, пойду тоже посмотрим, что здесь на улице, помимо самой выставки вот этих вот автодомов. Это прям целые прицепища такие огромные. А есть? Есть, которые прям пристроены к машине самой. Автодом, чтобы не расцепляется. То есть, он пристроенный. Так, это Саша была организатор ярмарки рукоделия, где мы сейчас с вами до нее дойдем. Ну, в общем, здесь еда. Еда, 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 еда. Ой, керамика есть, сыры. В общем, это не то, что прям нам интересно, но, тем не менее, здесь практически все производители, которые вот... Некоторые коломенские, некоторые, которые рядом с Коломной. Всякие разные кренделечки, все-все-все очень вкусно. Коломенская ягода у нас есть вот такая, находится в Коломне. У них поля, они выращивают ягодки собственные. Вот, и продают и ягоды, и десертики из ягод, соответственно. Смотрите, какие рюкзачки классные. А совушка, да? Совушка-то вообще... Думаю, 7. Потрясающе. А я думала 7, да, каждый год еще. Класс. Так, для вдохновения. Что-нибудь, если что. Тут и что-то китайское, что-то самодельное, что-то китайское, но мы, мы именно вот, мастера, которые сами что-то делают, они находятся в другом месте. Вот здесь тоже много домов. Караванеры. Караванеры, как не знаю их назвать. Красиво, классно. Давайте посмотрим хотя бы хоть что-то. А, ну вот здесь прям планировка нарисована. Вот здесь это уже большое. То есть мы были в маленьком с вами, а здесь прям койко-место прям спальное. Вот кухня. Два даже койко-место получается. Вот раз, два. Вот здесь зона туалета, здесь зона кухни, вот здесь шкаф. Я так понимаю, здесь зона отдыха. Имеется в виду, что со столом, где можно покушать. В принципе, прям... Ну, то есть вот спальное место, зона лежания, центр, зона отдыха. Масса на рабочем состоянии. 1400. В принципе, интересно, здорово. Люди с разных городов, в основном с Москвы. Я вчера спрашивала у некоторых, у нескольких. Вот, и они сказали, что мы с Москвы. Смотрите, какая эти нарожка. Так, здесь тоже у нас фудкорт и сцена. Здесь что-то будет потом проходить. Еда, еда, еда. Мы до ярмарки так и не дошли. Там есть такие... Это тоже, это прицепы. Вот, то есть, если вот это автодом прям, автодом, вот автодом, то вот там, вот там, это прицепы. И вот это прицеп. Ну, интересно, и с автодомом, и с прицепом, там тоже вот койка-место. Это вот прям тоже целый дом. Здесь получается, он как прицепом. Да, туда зайти нельзя посмотреть, но так. Ну, я пойду снимать то, что мне больше интересно. Мы уже почти подошли с вами. Вот. Я уже рядышком. Здесь, в общем, находится бывший... Как приноровиться-то, чтобы он снимал нормально? Ой. Здесь находится бывший завод Патефона, шелковые фабрики. Раньше тут что-то такое было. И вот, в общем, здесь вот я сейчас зайду на территорию, и немножко с вами пробежимся, посмотрим. Потому что я вчера тут уже мимо просто проходила, и что-то видела, но решила сегодня прийти, потому что сегодня будет побольше народу. Ну, чтобы и заснять, что тут находится. Вот. Потому что здесь и продажа будет, и выставка, и вообще интересненько. Наверное. Вот. Я думаю, сейчас подойду к кому-нибудь, и спрошу, можно ли зайти вовнутрь, немножко хотя бы поснимать. Здравствуйте. А можно немножко заснять, как у вас внутри? Вот. В общем, как-то интересно. Прям как в машине бизнес-классы, да, какой-то огромный. Как будто все есть. Само крыша не точно так, вы же все включили немножко более. Вот. И вот такие вот маленькие прицепики. Сейчас посмотрим еще, что есть. Но я так понимаю, что здесь вот, ну, как бы можно поспать, но здесь не прям комфортабельно. Ну, так, маленькая вот кухонка, столик, зона отдыха небольшая. Вот какие-то вещи здесь сложить, но они не прям такие, чтобы жить. Это больше вот для путешествия. Так. Сейчас еще посмотрим. Потому что я видела, там прям такие большие, и в них можно прям, мне кажется, чуть ли не жить. Ну, вот они такие вот разные. Вот здесь вот тоже. Ну, классно. Кухня. И вот там, я так понимаю, зона отдыха. просто хозяина тут рядом нет, и я боюсь заходить, потому что не у кого мне было спросить, чтобы там внутри что-то посмотреть. Ну, вот они все примерно похожи. То есть, маленькая зона отдыха, кухонка, где немножко отдохнуть можно, посидеть, попутешествовать. Кухня, раковина. Пойдемте посмотрим. Может, побольше каких-то, где прям есть, может, спальное место, еще что-то. Вот, ну, это прям большой. Но там народ, мы пока заходить сюда не будем, чтобы не смущать людей камерой. Ладно, пойдемте куда-нибудь другое место. Тоже вам что-то покажу. Ну, вот, также ярмарки здесь, вот, пойду тоже вам. Посмотрим, что здесь на улице, помимо самой выставки вот этих вот автодомов. Это прям целые прицепища такие огромные. А есть? Есть, которые прям пристроены к машине, самой автодом, чтобы не расцепляется, то есть, пристроенный. Так, это Саша была, организатор ярмарки, рукоделия, где мы сейчас с вами до нее дойдем. Ну, в общем, здесь еда. Еда, 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 еда. Ой, керамика есть, сыры. В общем, это не то, что прям нам интересно, но, тем не менее, здесь практически все производители, которые вот, некоторые коломенские, некоторые, которые рядом с Коломной, всякие разные кренделечки, все, все, все очень вкусно. Коломенская ягода у нас есть вот такая, находится в Коломне. У них поля, они выращивают ягодки собственные, вот, и продают и ягоды, и десертики из ягод, соответственно. Смотрите, какие рюкзачки классные. А с совушкой, да? С совушкой-то вообще потрясающе. А я думала себе, за каждой матрищик. Класс. Так, для вдохновения. Что-нибудь, если что. Тут и что-то китайское, что-то самодельное, что-то китайское, ну. Но мы, мы именно, вот, мастера, которые сами что-то делают, они находятся в другом месте. Вот здесь тоже много домов. Караванеры, караванеры, как не знаю их назвать. Красиво, классно, давайте посмотрим хотя бы хоть что-то. А, ну вот здесь прям планировка нарисована. Вот здесь это уже большой, то есть мы были в маленьком с вами, а здесь прям койка-место, прям спальная, вот кухня, два даже койка-места, получается, вот раз, два. Вот здесь зона туалета, здесь зона кухни, вот здесь шкаф. Я так понимаю, здесь зона отдыха имеется в виду, что со столом, где можно покушать. В принципе, прям, ну, то есть вот, спальное место, зона лежания, центр, зона отдыха, масса рабочего состояния, 1400. В принципе, интересно, здорово. Вовнутрь сейчас куда-нибудь зайдем, посмотрим. люди с разных городов, в основном с Москвы. Я вчера спрашивала у некоторых, у нескольких, вот, и они сказали, что мы с Москвы. Смотрите, какая динарошка. Так, здесь тоже у нас фудкорты, сцена, здесь что-то будет потом проходить. Еда, еда, еда. Мы до ярмарки так и не дошли. Вовнутрь какого-нибудь домика может заглянуть, стесняюсь просто. Вот, прям есть такие, это тоже, это прицепы, то есть, если вот это автодом прям, автодом, вот автодом, то вон там, вот там, это прицепы, и вот это прицеп. Ну, интересно, и с автодомом, и с прицепом, там тоже вот койка места. Это вот прям тоже целый дом. Здесь получается он как прицепом. Да, туда зайти нельзя посмотреть, но так. Так, ну, я пойду снимать то, что мне больше интересно. Вот, я подошла к ярмарке, ярмарка, выставка, и вот Юля, она здесь, сейчас мы, сейчас мы до нее дойдем, и посмотрим, что она там продала, не продала. Жалко, там аромат не передали. Очень жаль, да, я бы прям, вот, это вот девчонки возле нас, все очень красиво, да, к сожалению, есть это нельзя, но выглядит очень аппетитно. У Юли какая-то тусовка. Я, кстати, купила на Озоне вот эту мигающую гирлянду. О, я только сделала рукой, а она мигать стала. Вот это, вот это да. Вот, 300 рублей, все удовольствие, работает от Парбанка. По мне, так прекрасное вообще создание. Это все наше, местное, поэтому вы это все сто раз видели. Сейчас пойду посмотрю, что еще тут есть. Ой, камера сама хочет тебя снять. Ой, она даже тебя это приблизила, в смысле, фокус поймала. Это Юля, вы все ее уже, да, знаете. Ну, что, что купили? 11 грушек. А у нас две? Короче, все твои, две мои. Кто-то пришел и что-то смотрит. Давайте посмотрим, что они хотят купить. Вот так вот, какие-то дыры даже об сверху. Для водички. Котика моего взяли. Для пищалки. Человеку дыры в жизни не хватает. Еще. Котик понравился. И гусик. Все, я пошла снимать дальше. Да, пойдемте посмотрим, что здесь еще есть. Людей особо снимать не будем. здесь обувь. Обувь ручной работы. Спасибо. Все кожаное. закончила? Нет. Вот у них тут фишечка. Стельки с корицей и имбирем. Свечи. Это я вам тоже на предыдущей ярмарке показывала. Очень красивые у девушки свечи. Ооо. Ооо. Чисто чуть-чуть подглянула в примерочную. Давай. тут стол Светы. Да, Свету я вам уже показывала. С Рязани девушка подписчица. Света, привет. 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 Света замечательная соседка. Сумочки. Картхолдеры. Как их называть? Из кожи. Смотрите, как красиво оформлено дерево. Вот здесь висят игрушечки. Это просто самая красивая коряга, которую я видел. А вот девичь, пожалуйста, цените. Это коряга лучше. Ну, почему нет? Очень оригинально. Очень оригинально. И здесь вот такие вот живут зверюшки. Ооо. Такие брелочки есть интересные. Ой, прикольно. А вот в какую стоимость вот такой зайка? 590 рублей. Все, спасибо большое. Тут есть еще чертик и мышка. Не-не-не, вот именно, да. А зайчка один, да? Вообще был еще один. Вчера два забрали. Ну, вот видите, ни одна я на него обратила внимание. Не надо же, мне кажется, можно его отложить? Я сейчас пройду, поснимаю и куплю подружке. Спасибо большое от ее. Сейчас вернемся, да, я уже знаю, кому его подарить. Смотрите! Какие тут игрушечки классные! Ну, это прям вот очень необычно для любителей вот всякого такого. Здесь вот совушки. Совушки. народа, я вам скажу, имеется в виду покупателей, не прям чтобы сильно много, но есть. Здесь вот всякие, да, интересные штучки. Смотрите, даже агата, если я не ошибаюсь. Да, взяли чекланы на мой. Не на первую, черный или красный? Ага. Это нижняя чека. А это чека. Это яшма мухая. есть. Она про смелость, про мотивацию, приправа уверенно стоять на ногах. Все очень красиво, привлекающе. Я такое люблю. Раньше что-то покупала, сейчас как-то как-то отошла от этого. Так, это вот подружка Юли делает свечи, автопарфюм, духи. Я у нее покупала точнее не покупала, мы менялись ей игрушечку, она мне парфюм. Вот, мне он очень понравился, а Женя сказал, что ему было не очень. да, но стол у Маши оформлен конечно очень-очень симпатично прям, прям вот эта маленькая стойка, нужно себе тоже такую купить. Я правда не знаю, что я на нее поставлю, но очень красиво смотрится. Это пробники, прикольно. И вот общий план, прям хочется подойти к столу, потому что он привлекает внимание. Вот эта свеча, которая зажена. Так, снова на другую сторону. Здесь вот плетеные корзинки очень красивые. соль для ванны. Тоже все конечно выглядит красиво и аппетитно, но есть это нельзя. Но почему себя не побаловать? Я иногда что-то покупаю, какую-то бомбочку, но так, чисто для разнообразия. Здесь вот Лена стоит с картинами. Вот. у Лены конечно стенд, прям стенд. Очень красиво. Так, дальше. Да, это то, что я вчера купила маску попробовать. Мне Юля говорила. Мальчик в Коломне занимается, сам производит. Вот. попробую и если мне понравится, то с удовольствием что-то приобрету еще. Вот я понимаю, да, как связать игрушку, например, и чем ее набить, и как приклеить глазки, а как сделать вот что-то такое самостоятельно, это конечно да, секрет фирмы одуванчик. Всего лишь нужно пойти в университет имени Менделеем, получить химическое образование, получить несколько консультаций лучших технологов производств, и все, и все. еще обязательно нужно иметь свою лабораторию, без лаборатории никак. Ну вот, да. Даже хотя бы одно дело моя мастерская дома с пряжей, а другое дело, да. Смотри, новинка у меня, шампунь, теперь увлажнение, видишь, он такой голубенький. Ну вот я видела, Юля, вчера пробничек, но я вот это, да, попробую, потом посмотрю, как. Да, мне вчера еще пробнички тоже дали, чтобы посмотреть, потому что шампунь я тоже не пользовалась. Ну интересно, это все-таки разнообразие, посмотреть, как. Это сухое масло для волос. Очень много подобных продуктов, вот как вот эти, но, к сожалению, большинство из них очень жирные, дают жирность на волосах. Да, потому что от вашего такого нет. Да, почему нет, потому что продукты брендов рассчитаны на максимально универсальные ситуации. А у меня, например, чтобы получить эффект, да, для тонких волос две капельки, для плотных четыре-пять. Вот и весь секрет красоты. Четыре-пять. Капель непонятно, чего. Сухого масла, как масло Амру, масло Крамбе. Он очень хорошо защищает от ультрафиолета. Пакеты класс. Это я заказывал у 13 форм и печать QR-кода и бренд. Прям, прям классно. Мне прям понравилось, здорово. Ну, это такие же сделать. Потом напишите, скинутые. Ну, я это посмотрю, и я вот смотрела мешочки тоже очень-очень классные. Мешочки я на Авито брал. Очень могу скинуть мастерицу. Хорошая цена, реально, самая лучшая, которую я вообще видел. Вот. А печать тоже там же вот где-то? А печать вот эта же, да, просто они... Все, отвлекать не будем. Пойдем дальше посмотреть. Я спросила про пакетики, вот, потому что пакеты действительно интересные. То есть пустые покупаешь, печать делаешь, вот, и даже визитка не нужна, как мы только что уже посмотрели, потому что вот так QR-код просто печатаешь, и вместо визитки пакетик остается. О, смотрите, тут ванночка. Вот. И зачем печатать лишние визитки, если на пакетике будут ваши данные. Так что, девчонки, берите на заметку себе, что ваша визитка может быть на вашем пакетике. Пойдемте посмотрим, что есть на противоположной стороне и вернемся обратно. Так, здесь тоже какие-то вот вкусняшки. Вкусняшки. О, смотрите. У меня есть такая открыточка одна, мне Юля подарила. Она из переработанной в сырья. Как-то вот, что-то как-то вот так. Знаешь, бабушка бывает к старству заболеваний. Миленькие. Так, ладно, пробовать не будем, но посмотрим, что тут есть дальше. Так, тут у девушек вон тоже очень красивые открытки из колонны и игрушки. интерьерные. Я бы такой, конечно, играть не стала, потому что ее вот на полочку посадить. У меня в детстве была фарфоровая куколка, и она тоже стоила очень дорого. Мне родители купили. Я как-то ее уронила с полочки, вот, и у нее разбилась рука, и мама на меня тогда наругалась. Здесь, да, тоже сшиты игрушки, но я в прошлый раз вам тоже их показывала, которые носики мне так понравились. Смотрите, здесь в чебурашка появился. Панда и копья появились. Здравствуйте. Да, пандачек я тоже не помню в прошлый раз. Вот. Это тоже привлекает внимание стенд, потому что здесь прям издалека видно, они все в коробочке так упакованы. О, это мы любим. Сумочки, конечно, сумочки, конечно, красота. Но я вам скажу, что и цены не сильно высокие. Вот, я когда смотрю канал Серафима, она снимает питерские ярмарки, там, конечно, ценники, ценники на это все приличные. То есть, каждой позиции можно смело по 500 прибавить. И вот примерно такие ценники я вижу на питерских ярмарках. Вот когда-нибудь, да, я доберусь, как вот Серафима снимает, буду с собой брать помощника, микрофон, подходить к мастерам, общаться, чтобы они рассказывали о своей продукции. Это было бы, я думаю, что очень интересно, но думаю, что в ближайшем времени попробую осуществить. Ой, песик. Гости, гости. Так, давайте посмотрим, что еще есть. Еда, 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 еда. Всякое разное. Тут тоже еда, а тут что-то очень красивое. Держите, вы рады. тоже что-то вкусненькое. смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Это очень милое. Мне кажется, я видела в интернете, я встречала вот тут люлечки для детей. для детей прям здорово. здорово. Ну вот, одна можно, я думаю, что и под куколок использовать, ну, какой. Смотрите, какая маленькая люлечка. Она на качалочке, это так мило. Что у нас тут еще есть? Народу не очень много, но я протискиваюсь под девушкой тоже с игрушками. Стенд, смотрите, какой большой, высокий, сразу видно все. Очень красиво. А здесь еще вот выставка тоже, картин, сейчас немножко тоже вам покажу. ой, это Юля. Юля на украшение. Здравствуйте. Смотрите, все блестит, все очень красиво. Тебя не снимаю. Вот они, да, стесняющиеся мастера. Я стараюсь, да, никого не снимать, только продукцию. Да, потому что чтобы снимать мастера, нужно подойти заранее, спросить, уточнить. Потому что я, например, тоже, когда снимают, я стесняюсь. Прянички. Ну, вот с той стороны я шла, там был свет как-то немножко поярче. Тут чуть-чуть как будто лампа потусклее, что ли. Так-то вроде бы все видно, но лампа немножко тускловато. Вот это я вообще первый раз вижу, смотрите. Класс! Я только как бы в университете, когда училась, там были инициативные ребята с девчонками, и вот они таким занимались, но только самостоятельно тенями играли, а тут прям... А чуть-чуть покажете? Блин, смотрите, как классно! Я такого еще не видела. Можно играть. Ну, вот они прям, да, их прям видно, круто! еще можно на самом деле еще лучше даже можно подсветить. Ну, это вот прошки, я так понимаю. прошки, но они с секретиком, они тоже могут быть синевой куколкой. То есть можно носить на себе, можно светить фонариком, и он превращается в тень. Никогда такого не встречала? Такого вообще нигде нет. Это чисто моя задумка, что даже на театре называется. Блин, очень круто! Прям классно! Вы большой молодец! Спасибо! Ну, как бы, да, одно дело там что-то сшить-связать, как я, например, а другое дело что-то такое, это прям здорово! Прям идея! А вот смотрите, да, фотография тоже домашняя. Но с детьми прям очень интересно, потому что, например, я помню, ну, как в детстве, да, и в подростковом возрасте мы, я искала в интернете различные, как сделать, например, из рук какую-то вот там животного и вот тенями играть, потому что мне было вот это интересно. В общем, мастера, конечно, в Коломне просто потрясающие придумать с тенями. Здорово! Здесь вот тоже игрушки. Уже не первый стол, много различных, вот, много свечей, все они разные, игрушек тоже, сколько я вам показала, много, но они тоже все разные, то есть, кто-то маленький, кто-то большие делает, вот, сумки тоже мы с вами встречали только что, но они же тоже другие. Все здорово, очень интересно, что-то текстильное, это вот отпечатки листьев на платочках. платочков. Так, в принципе, и так видно, очень-очень красиво, да, прям оригинально, здорово. Текленовый листик. Потрясающий рисунок. Здесь нет краски, это элемент листьев. Там занимаются, очень красиво. Что только не придумают. Косички, косички. Сажай. Я вот помню тоже и в детстве любила, и в студенческое время покупала различные косички, хвостики и себе вплетала или цепляла. Ну, вот мне нравилось, то есть, кому-то не нравится, а я прям обожала, чтобы у меня была цветная косичка. Сейчас я от этого немножко как-то отдалилась после покраски своих волос розовой, но все равно это привлекает внимание. Посуда у нас тут тоже есть у девушек. это очень мило, Прям внутри ты мой дом. Я бы с удовольствием такую подарила Жене. Я думаю, что ему бы даже понравилось. Там написано душ Нила. здравствуйте. Здравствуйте. Работа лечит, между прочим. Специально карават. Все, помахать? Ой, это, мне кажется, нужно прям там, где-то на входе для них выстоять. Это нейросеть выдала по запросу. Красиво. Это актерские иллюстрации. Анна Пучина, Катя Чебикова. Да, вот у меня вот такая с ежиком есть. Мне Юля подарила. Очень красиво. Смотрите, там мой котик. Это уже мой котик. Он нашел новый дом. Ему даже уже имя дали. А как его зовут? Его будут звать Рысик. А это дочь, сын? Дочь, сын. Это внук. А какой внук? А нет, котик теперь сына, да. А в какую стоимость вот эти вот открыточки? Такие по 120. Вот вот эти большие, да? А маленькие? Маленькие по 60. Вот еще в колоннах смотрите, как всегда. Ну колонна? Да, это новое. Видишь, это как будто из огня вытащили. какой тип и капри. Очень красиво. Дали такие акварельные разводы. Это Саша Трофимова. Наш кастомайзер коломенский. Вон ее футболки лежат. Реклама, реклама. Так, девчонки, я сейчас отключусь, куплю открыточку и кому-нибудь отправлю открытку вот в таком конвертике, ну соответственно положу бумажный из коломны. Так, я выбрала открыточки, какие вам не покажу пока. Вот, сейчас доснимаю, куплю, пройдусь куплю, вот, и разыграю эти открыточки в своем телеграм-канале и пришлю вам привет из коломны. О, у нас давайте пройдемся общим планом. у нас Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это же лучше, это же быстрее, чем самой связать Купил и все, здорово Вот, и здесь котики прям различные Вам на заметку в другой город Маленькие совушки Я таких, кстати, не встречала Ну вот, на ярмарках Как бы вот ежиков и вот таких маленьких песиков я видела А совушек таких не видела То есть можно вязать Так, вот здесь у нас еще макраме или как это называется Здесь прям висит на канатах, подвешено Здесь вот свечи тоже, но здесь они такие Ну как бы красиво, но вот в других местах, где они больше оформлены Они мне больше понравились Здесь вот Сашины мармеладки Здесь, наверное, дочь ее Сашины сладости Я вам уже... Она меня угощала на прошлой ярмарке Мармеладниловой Ну вот надо же так назвать Классно? Классно? Почему нет? Вот Здесь тоже вот вязаные игрушечки Как я досюда еще не дошла Смотрите, здесь чай Сейчас я что-нибудь Прошу Я хочу Я люблю с малиной Вот У меня просто разбегаются глаза Очень-очень красиво И я сейчас себе обязательно тоже куплю Все, чаек я себе тоже купила Давайте последний стол посмотрим Здесь вот масло Я тоже вчера его хотела посмотреть, приобрести Масло льна Кунжутное Грецкий орех Масло арахиса Фундук Ну вот я вчера хотела грецкий орех Вот я вижу остался Сейчас мы его с вами приобретем Сейчас спросим Как дела у Юли? Юлия Юрьевна Сбербанк Юлия Юрьевна А можно вот это убрать? Спасибо Ну, звоните Звоните Знаешь, что? Не могу Стою и любуюсь нашим столом Потому что играет гирлянда Я поехала Смотрится очень красиво А на улице, кстати, уже как-то пасмурно Так Пойдемте вернемся Вот И я все-таки Все в Коломне Все в Коломне Все я купила Кажется, я после ярмарки Дома Покажу вам, что я где приобрела Спасибо огромное И вам тоже Я скучила Вот Пойдемте Пойдемте А, ну все Я вам все показала В принципе Только здесь вот еще Эко-декор Коломна вот остался Девушка Ну, мне кажется Семейная у них мастерская Вот И пойдемте Я сейчас свои покупочки Все куплю Но я вас отключу Чтобы не мешаться Вот И Все, где отложила Приобрету Потом в конце видео После того, как все посмотрите Я вам покажу Свои покупочки Ну вот Я думаю, что Я это примерно Еще, может быть, что-то поснимаю Вставлю потом во влог И покажу, что купила Сейчас еще вот здесь свечи Рядышком гляну Повтори, пожалуйста, на камеру У тебя зарплата через 3 месяца Прикиньте Она это Ограбить меня решила А почему через 3 месяца? Я что, не заслужила? Заслужила Я что, плохо работаю? Ты большие траты совершишь Поэтому через 3 месяца Какие большие траты? Через 3 месяца уже сентябрь В сентябре я уже планирую Что планирую? Ничего Ничего не планирую Давайте подойдем к единорожке А можно с вами сфотографироваться? Смотрите Спасибо Она такая милая Единорожка Представляете, если там внутри Этой ростовой куклы парень И я такая Она такая милая Ой, блин В общем, я радостная Погода, конечно Не сильно солнечная Но Все равно Хорошее настроение Ой, как его настройки-то Пойду возвращаться к Женьку В домик Потому что он, наверное, уже соскучился Надеюсь, у него там все раскупили Весь домик Вот А то он, наверное, уже сидит и думает Куда же я там пропала Со своей Со своим этим штативом Убежала Точно нужно покупать Какой-нибудь микрофон Чтобы Нужно поискать какой-то Хороший Я сняла С стабилизатора Телефон Вот В общем, вот так стабилизатор Выглядит Вот И если его включить То он Сейчас я вам покажу Вот я его включаю А, он, наверное, только с телефоном Поймает Коннект Ну ладно В общем, вот так он выглядит И Я посмотрю Насколько у меня От руки шатается Видео Ой, сумка падает Насколько от руки шатается Видео И насколько лучше Со стабилизатором Вот Я сейчас Сфоткала Какие у Юли Остались Мои котики Вот И каких купили Сейчас каких купили Цветах Сделаю утяжки У меня есть В заготовках Вот Сделаю усы И Отнесу Юлю Туда на ярмарку Потому что у нас в домике Сегодня как-то глуховато Не очень много народа Поэтому Не очень много продаж Несмотря на то Что игрушки Вот На столе На ярмарке Выставлены У нас Но здесь тоже Я полочки пустые Меня оставила Вот Они все Как бы заполнены Там вот Женя сидит Хмурной Вот И как бы Пусто Не кажется Хотя я Мало навязала Потому что Времени не было Вот Но Как-то вот так Написали Какой он хороший Это он Если что Сейчас про себя Женя Женя Мне вот тут Собирал Надпись Коломна 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 Вот Чтобы у меня Они уже были Заготовочками Я если что Раз Отрезала Добавила Там Год 2023 И повесила Бусиками На игрушечку Девушкам Напомню В каком году Гребостной Парават На Где Кто-то там Что-то шепчет Не знаю Вот Сейчас Наши Пунтиков Своих Буду Типа Вот Как-то Вот Так Делать Кому Не нужно Буду Снимать То есть Я здесь На бантик Завязала Еще Я корону Делаю Вот Этим Мышкой Но Это Без Короны Мышка Девушка С Один Мы Пришли Подержать Юлю И Уходим И Уходим В домик Открывать Жень Жень Он Сегодня Не в настроении Устал Купила Вот Такие Таблички На Валберс Или На Зоне Для Огорода И Вот Теперь Вставляем Их В Игрушечки Ква Квас Квас Просто Ква Валберс И Валберс И Рожач Даже не успела Разложиться Уже купили у Юли Понтик И вот Я тут Машу 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 Денежками Денежками Машу Весь домик Обмахала Сейчас Буду до конца Раскладываться Но настроение Уже Радостное Потому что Первая покупка Когда Только Пришла Случилось Это Очень Настраивает На день Что Здорово Классно Все Юля Позвонила Сказала Что Они Уже Собирается Там С ярмарки Вот Я Побежала Из домика Помочь Ей Собраться Женя Сейчас Приедет На машине Нам Все Поможет В домик Обратно Игрушки Которые Остались После Ярмарки В домик Я их Там Обратно Расставлю Расселю Вот Ну И Стол Полочки Все Вот Это Тоже Забрать Бегу Ей На Подмогу Почти Уже Дошла Соберемся Вот И Усталость Такая Приятная Усталость Но Все равно Тяжело Вчера Мало Кушала Булочку За день Сегодня Тоже Булочку Утром Съела И Все Вот С Таким Ненормированным Графиком Который 24 на 7 Даже Покушать Не успеваю Не то Что Повязать Я Штатив Конечно Да Все Снимаю Я Штатив Конечно Не брала Как В прошлый Раз Но Так Вот Мы На Пол Пути К Сборам Ничего А я Во Влог Что Мы Разгружаемся Что Водельно Водельно Да Давай И вот Сюда Можно Класть все собираются кто-то еще стоит но мы уже устали и вернем игрушки в домик то что не купили так утро после насыщенных трех дней сейчас покажу вам покупочки покажу подарочки которые я разыграю так этот фотография мы с юлей на память вот кстати у нас нет фотографии с домика вместе имеется ввиду вот сейчас потому что вот у нас есть зимы такая фотокарточка есть февральской ярмарки вот с этой ярмарки нужно сейчас вот в домике тоже как-нибудь будет сфоткаться на память так в общем я купила чай че я просто обожаю тут фрукты и травы всякие ягодки цветочки я очень люблю такие че три из них три из них я разыграю так мяты это мне вот и вот наверное вот эти мне вот эти вот разыграю либо ну в общем выберу выберу местные наши тут девушки занимаются не только девушки в общем занимается этим так дальше открыточки вот такие красивые открыточки 1 будет побольше и у нее будет вот такой конвертик и две будут вот такие малышки это же в красивущих так сказать конвертиках вот тут даже есть состав состав открыточек если кому интересно так дальше мои покупочки я купил еще подружки вот такой кожаный брелочек так это я тоже вложу вам подарочек свечи с названием вязаный свитер не все любят свечи запах у них у всех одинаковый если вдруг да кому то не понравится то можно будет просто подарить если что окно огурчики вам показывала купила огурчик так это мне июля пряник подарила купила тоже так это я купила маску сейчас как раз после того когда снимаю пойду уже пробовать ее вот это мне дали пробнички шампуня и сухого шампуня и шампуня а это тоже новый шампунь это мне юля дала пробничек такой мне не давали вот это юля мне дала попробовать тоже попробую если понравится буду приобретать так про розыгрыш можно будет подробно узнать в моем телеграм канале ссылочка под видео если вы смотрите это видео уже уже после после 27 мая то наверное скорее всего вы уже опоздали на розыгрыш но ничего страшного будут и новые иногда когда будут ярмарки я с удовольствием буду что-то приобретать и вам отправлять дарить так посылочку войдут вот получается вот как-то вот так вот так чай открыточка с конвертиком ручной работы свеча свеча вот еще я добавлю наклеечек просто разных там может зверёчков еще чего-то на посылочки клеить там на подарочки клеить вот и добавлю в каждую посылочку своего маленького шпунтика свяжу какого-нибудь какого не скажу вот чтобы принять участие нужно телеграм-канале я выложу информацию ничего сверхъестественно нужно не будет нужно будет просто оставить свой комментарий под одним из постов вот специальным я сделаю и я потом рандомно выберу троих человек кому подпишу я еще не знаю буду ли я подписывать открыточки именно вот тут либо я напишу на бумаге и вложу сюда потому что вот эту открытку очень жалко подписывать но она в любом случае привет из колонны из колонны из колонны я подпишу как бы от кого аккуратно аккуратненько внизу от насти кто из вот наверное пожелания различные может быть просто на листочке бумаги оставлю на обычный может быть даже какой-то открыточки чтобы это не портить потому что она потрясающая вот этим кусочком отрывком я буду заканчивать этот влог три дня сейчас быстренько смонтирую и надеюсь что вы его посмотрели вам понравилось постараюсь улучшать качество видео качество звука и постепенно снимать потому что мне это нравится всем до новых встреч на комментарии могу иногда не отвечать пожалуйста не обижайтесь меня очень много дел то есть в первые несколько дней если вы комментируете видео что-то спрашивать я отвечаю вот но дальше у меня нет времени чтобы сидеть следить за комментариями которые прилетают вот потому что нужно уделять время себе самой тоже все всем до новых встреч пока пока удастся 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 и удастся а